Эй, привет! Привет-привет, друзья! Все фанаты и ненавистники Battlefield 4, с вами снова Сидвиш. Прошу просить меня за долгое отсутствие, сейчас тяжелые времена и даже некогда поиграть в свои любимые игры. Мой новый ролик посвящен геймплею на карте дополнения Second Asset, а точнее Метро, и парой мыслей насчет всего этого. Да-да, то самое Метро, которое мы полюбили со времен BF3. Почему именно оно? Да потому что давным-давно игрокам, которые жаждают честного правопролития на этой карте, не терпится вернуться и надрать кому-нибудь задницу. Ну что ж, поехали! К тому времени, когда серверов с картой Метро полным-полно, все они переполнены 64 касками. Очень трудно найти сервер, который тебе подойдет. Да-да, именно тебе, друг. Объясню на примере моего геймплея, который я дополню с вами мыслью. Заходим, значит, на сервер 3200 тикетов. В правилах написано никакого использования XM-25. Но окей, принято. К тому же я им вообще не играю. Окей, бежим от точки А до точки Б, зачищая врага, который прет своими массивными волнами, с ручными гранатами, подствольниками, ракетными установками С-4. И чем их еще только родная армия не наделила? Ну, в общем, вот так вот. От красных флайеров так вообще глаза режут. Мало того, что противник-то вообще не с огромным удовольствием хочет поскорее забраться наверх в точке Б. Так эти бараны еще и в самых красивых углах сидят в носошках с пулеметом. Но я, конечно, как воспитанный гражданин все понимаю. Люди играют как умеют. Ну, хотя бы или как могут. Но когда почти половина вражеской команды не помогает своими товарищами добиться желаемого результата, мне становится жалко ребят, которые непочатно трудом стараются помогать тащить, а не наоборот тянуть вниз, добытые серными усилиями. На своей шкуре я получил настолько огромный опыт, играя в одиночку на метро, не надеясь даже на ревайф от партнера, не дождавшись помощи от суппорта, который засел в углу с патронами, а он закидывает гранатами или С-4 лестницу. На кой черт, спрашиваются? Его что, учили так воевать? Ой-ой-ой-ой-ой. А уж от снайперов ждать так вообще ничего полезного не стоит. Они только и могут перестреливаться между собой на дальнем расстоянии. Вот и я думаю, раз уж такое дело, может вражь должны идти в две категории бойцов? Ну, например, скилловые ребята с обчищкой и пушечное мясо, которое их прикроет. Вот тогда, наверное, можно рассчитывать на победу. Наверное, так. В данном ролике, благодаря действиям пары ребят, нашей команде удалось восстановить статус КО. Мы выбили противника с точки Б сначала в раздевалке, ну а уже потом с лестницы вниз. Мой вклад в победу был практически на том уровне, на каком должен играть пехотинец на данной карте. Даже убогая гроза 1 творил порой неописуемые чудеса. Но это может или противник попался настолько слабой, что мне доводило сделать хорошую серию убийств, сидя к нулю его попытки сломить нашу оборону. Самый лучший вариант для игры на карте метро есть не что иное, как игра коллектива. Один отряд может сделать весь матч. Но жаль, что многие этого не понимают, ну и не хотят понимать, что нужно делать, чтобы выиграть. Весь раунд я не заливаю. Отчасти моментом, где мне дому пришлось носиться как угорелый, играть только на победу. Ну, огромное всем спасибо, ребят, за просмотр. Желаю всем хорошего времени проведения в БФ4. И старайтесь чаще улыбаться. Жизнь прекрасна. Всем приятного просмотра еще раз. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Держи, держи, держи подверг! Субтитры сделал DimaTorzok Держи, держи подверг! 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 Я медик, давай дверь от тебя подчиню! Субтитры сделал DimaTorzok ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА